Беларусь сегодня отмечает День работников статистики. Ровно 95 лет появилось Центральное статистическое бюро. Оно дважды успело сменить свое название и несколько раз поменять структуру. Сегодня социально-экономические цифры Беларуси собирает, обрабатывает и публикует Белстат. О том, как все начиналось и какие перспективы у Национального статистического комитета, репортаж Дианы Ревяковой. Почетный титул заслуженного экономиста Галина Гасек получила одну из первых в нашей стране. Но улыбается всегда в душе к этому титулу невольно добавляла экономист-статистик. Самой точной работе Белоруска посвятила почти 40 лет своей жизни. Когда-то наши коллеги и мои предшественники работали, обрабатывали статистическую информацию и на счетах, и на арифмометрах, и на перфорационных машинах и так далее. Сегодня это уже предметы антиквариата. Теперь статистическую информацию о Беларуси в режиме онлайн собирает и обрабатывает единая информационная система. Технологии настолько стремительно развиваются, что молодые статистики всерьез опасаются, что уже в скором времени их работу будут выполнять роботы. Есть автоматизированные системы подсчета всех данных, которые сводятся сюда со всей республики. Естественно, архивы, которые хранят все эти данные. Не выключены из этого процесса пока что люди, потому что конечные данные все-таки формируются поквартально людьми. Статистика 21 века уже сложно представить со счетами в руках или даже с калькулятором. Компьютеры стали неотъемлемым атрибутом их работы. Но робот никогда не заменит человека. Это понимают и те, кто награждал в канону юбилея лучших статистиков нашей страны. Статистика позволяет нам, как правительству, государственным органам, руководителям предприятий, организаций принимать правильно управленческое решение, получая ту информацию, которая необходима. И информация всегда своевременная, качественная. В начале же 2016-го уже любой желающий, даже не выходя из дома, сможет получать интересующие его статистические данные, а также самостоятельно анализировать информацию при помощи специальных графиков и диаграмм. Мы сегодня работаем над созданием интерактивной базы данных. И на сайте Белстата появится раздел, в котором можно будет получить динамические ряды. Там будут представлены более 500 показателей. Кроме того, уже этой осенью на сайте Белстата появится статистический глоссарий, или, проще говоря, список терминов, которые чаще других встречаются в статистике. По словам специалистов, перепись с белорусов в 2019 году будет проводиться переписчиками уже с помощью планшетов, а не переписных листов. Информацию же о каждом Беларуси статистики будут заранее брать из регистра населения нашей страны, что позволит упростить процедуру личного опроса. Диана Ревикова, Александр Каранкевич и Денис Гатила. Агентство теленовостей.